Клево всем, друзья. Гусиное перо. Поплывок детства многих, в том числе и мой. Я переловил огромное количество рыбы на вот этот поплывок. Все мы, кто моего возраста, прекрасно знают и любят этот поплывок. А тысячи рыболовов до сих пор его используют. Многие блогеры его вовсю используют. И только благодаря вот этому поплывку многие смотрят видео. Увидели картинку с этим поплывком. Все, свой человек. Давай смотреть на его видео. В том году я снял видео по поплывку гусиное перо. И когда дома я огружал гусиное перо, я понял, что на себя представляет. Главная проблема этого поплывка, это то, что основная плавающая часть находится высоко над водой. В основном, как рыбаки ловят. У них одно грузило, скользящее или нет. Но самое интересное, скользящее грузило или нет, роли не влияет на поклевки. Никаких. Рыбаки не догружают поплывок, забрасывают снасть, порой даже слегка натягивают. И сам поплывок расположен в воде примерно вот таким образом. Грузоподъемность такого поплывка в районе 3 грамм. А рыболовы еще и перегружают такие поплывки. Если его перегрузить, он будет у них выглядывать примерно вот так. А когда они ловят со дна, то делают вот так. Якобы, чтобы увидеть быстрее поклевку. И давайте, друзья, проверим, так ли это. Для того, чтобы более заметно, я на крючок одену опарыша. После всех своих видео, я много раз гусиное перо использовал в рыбалке. Когда чередовал на разные монтажи. И использовал гусиное перо. И после всех своих видео, особенно после того видео, я получил кучу хайпа. Мне кучу писали, что ловить рыбу надо уметь и тому подобное. А для имитации поклевки к крючку привяжу леску. Ну что, друзья, снасть заброшена. Ждем поклевки карася. И вот приплыл карась. Карась видит насадку и думает, какая вкусняшка. Дай-ка я ее съем. Взял в рот. Начинает ее жевать. Он может плавать, приподнимать, дергать груза. И рыболов совершенно не видит поклевки. Насадка лежит на дне. И он ее взял и начал поднимать. Он выбирает всю длину поводка. Поплевки никто не видит. Он начинает приподнимать груза. Груза приподняты уже на несколько сантиметров. И какое-то есть легкое шевеление. Мы видим ее. Но дело в том, что на большой длине и на волне мы это движение никогда не заметим. И вот карась поднимается выше, 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 выше. Вот она наша долгожданная поклевка. Груза припомняты на 10 сантиметров на дном. Почти 3 грамма рыба подняла на 10 сантиметров на дно. А при этом самой пришлось подняться. Плюс еще длина поводка. А если карась начинает плыть в сторону рыбака, мы видим, как поплывок ведет. Но это короткая длина. А на большой длине, допустим, у вас метр-полтора глубина, карасю придется проплыть сантиметров 30, прежде чем поплывок пойдет в сторону. И в эту сторону. И это ему нужно протащить в районе 3 грамм веса. Еще раз показываю. Начинаю поднимать. Смотрите на действия поплывка. Я поднимаю, поднимаю, поднимаю. И вот 10 сантиметров на дно мы видим нормальную поклевку, что как будто бы уже рыба клюнула и рыба подсекает. А сколько до этого он плавал, пережевывая, и мы не видели поклевку. А сколько рыб подошло, взяла насадку, почувствовала вес и бросила. Рыбалов не увидел. То есть самого агрессивного карася рыбак только увидел. При этом поплывок у нас почти лежит. А что будет, если поплывок сделаем, чтобы он стоял. Но при этом все груза лежали на дне. Небольшой наклон. Груз лежит на дне. Начинаем поднимать. И чтобы увидеть качественную поклевку, груз надо рыбе поднять. Еще более, чем на 10 сантиметров. Большой тяжелый вес около 3 грамм. Вы скажете, а что такое 3 грамма поднять? Друзья, вы знаете, насколько карась осторожная рыба. Лещь осторожная рыба. Эти рыбы, которые чувствуют вес еды больше, чем вес должна для них весить, начинают выплевывать. Проблема гусиного пера, как я уже говорил, это воздушная часть высоко. И компенсации веса грузов не происходит. Нет компенсации. Если мы утопим вот так вот поплывок, тогда поплывок будет частично компенсировать при подъеме вес грузил. Но так как этого не происходит, и рыбак ловит в недогруженном состоянии поплывка, думая, что так быстрее увидит поклевку, мы как бы себя обманываем, то рыбе приходится полностью преодолевать вес груза. Вот я держу на руке и чувствую приличный вес груза. Он находится в воде. Я чувствую его вес. Сами дома соберите вот так в тазике и поэкспериментируйте. Да, для крупной активной рыбы это нормально. Для караси с большой активностью нормально. Вы поймаете, вы за рыбалку поймаете десяток, полтора, даже два можете поймать десяток. В то время как рыболов при такой активности с обычным поплывком, с современным, поймает пять-шесть десятков. Потому что он будет видеть все поклевки, а не только те, когда рыба уже зацепилась, повела, и вы увидели, когда рыба уже взяла глубоко и зацепилась за крючок. Что будет, если мы соберем с подпаском гусиное пирог? Большинство рыбаков знают и понимают, монтажи с подпаском самые чувствительные. Я вставляю два подпаска и кладу их на дно. Сейчас выставлю глубину. Два подпаска я положил на дно. И вот рыба подошла и клюет, приподнимая эти два подпаска. Друзья, я поклевку не вижу совершенно. Приподнимаю подпаски кладу на дно. На поплывке реакции ноль. Добавляю третий подпасок. Это уже приличный вес. Поднимаю. На поплывке реакции ноль. Добавляю четвертый подпасок. Даже еще два, сразу пять подпасков. Это уже в районе одного грамма. Имитирую поплевку. Аллилуйя! Я вижу поклевку. Поплывок приподнимается примерно на один сантиметр. То есть, взяв около одного грамма веса подпасков, реакции поплывка в районе одного сантиметра. Добавляю еще один подпасок. Это уже больше одного грамма. Имитирую поклевку рыбы. И вот только в этом случае я вижу довольно внятную поклевку в районе двух-трех сантиметров. Которую можно иницинировать как поклевка. При благоприятных условиях. Вот, друзья, что из себя представляет поплывок гусиное перо. При недогруженном состоянии, когда все грузы лежат на дне, вне зависимости скользящий он или нет, рыбе нужно приподнять все груза, весь груз, на высоту примерно 8-10 сантиметров, чтобы рыболов увидел четкую поклевку. При работе с подпаском, подпасок должен составлять одну треть, не менее одной трети, от всего веса грозы, чтобы рыболов видел более-менее какую-то поклевку. Я понимаю, много скептиков на этом. Многие говорят, что я ловил всю жизнь и буду ловить. Я не спорю, друзья, ловите. Ловите и наслаждайтесь рыбалкой. Я сам время от времени, при активной клеве довольно крупной рыбы, чтобы вам показать красивые поклевки, буду использовать поплывок гусиное перо. Но в тех рыбалках, когда рыба пассивная, рыба некрупная, и даже крупная рыба, оно клюет очень-очень пассивно. Я никогда этот поплывок использовать не буду. Я хочу поймать рыбу, а не просто побыть на рыбалке. Меня давно уже не устраивает процесс самой рыбалки. Долго, если у меня рыба не клюет, я начинаю сильно уставать. Мне нужно, чтобы рыба клювала. Для меня отдых, когда рыба клюет. А гусиное перо мне не дает возможности поймать того количества рыб, которое я хочу. К сожалению, это так. На что ловить и как ловить, это выбор каждого. Я свой выбор сделал. Не в пользу поплывка из гусиного пера. Почему я вам только что продемонстрировал. Друзья, понравилось видео, ставьте класс вниз. Чем-то не согласны, палец вниз. Я всему буду рад. И буду рад еще комментариям, которые вы напишите под видео. До новых встреч, друзья.